В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. В Черкесске без осадков ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 3-5, а днем 17-19 градусов тепла. У каждого из них есть кличка и печальная история жесткого обращения людей. Учащиеся 9-й гимназии Черкеска поучаствовали в акции и собрали все необходимое для реабилитационного центра животных-инвалидов «Белый клык». А подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит. Запущенная акция «Орлят России. Благотворительная помощь братьям нашим меньшим» объединила учеников 9-й гимназии. На протяжении двух недель ученики собирали необходимые средства для госпиталя «Белый клык» – корма, пеленки и денежные средства. По приезде гостей радушно виляя хвостом встречали четверолапые постояльцы. 9-я гимназия неоднократно участвует в такого рода благотворительной деятельности, отмечает учитель Жанна Булатова. Сегодня, например, я узнала, что у них есть магазин, что можно в магазин приносить эту всю помощь. И я думаю, что те детки, которые пришли, те родители, которые пришли, и я донесу информацию до многих родителей, что можно сделать это на постоянность. Это действительно люди с огромным сердцем, с огромным желанием. И я надеюсь, это желание не пропадет помогать вот этим животным, которые попали в очень сложную ситуацию. Госпиталь для животных-инвалидов «Белый клык» функционирует в Карачаево-Черкесии на протяжении пяти лет. В него попадают покалеченные животные от жестокого обращения людей. Помимо собак в госпитале проживают и кошки с различными видами заболевания. Братья наши меньшие нуждаются в постоянной заботе и внимании. Анар Баширов, директор реабилитационного центра «Белый клык», поблагодарил за оказанную помощь учеников и учителей девятой гимназии. Помощь нам нужна практически всегда, так как корма, расходы на животных очень большие. И в день у нас уходят очень огромные финансы, чтобы прокормить наших собак. Это очень хорошая была идея советников-директоров, что организовали такую акцию, акцию помощи нашим животным. Так как дети должны с детства приучаться к доброте и любви к животным. Так как, если не человек, животным никто не поможет. Для тех, кто хочет иметь хорошего друга, собаку или кошку, но не может содержать их дома, в госпитале «Белый клык» существует проект опеки. Питомец будет проживать на территории реабилитационного центра, а вы сможете его навещать, кормить и проводить время вместе. В животном мире тоже есть чувства, и они гораздо глубже, ведь исходят от сердца. Мирхан – безлапый пес, который потерял свои лапы не в бою, а от жестокости людей. Но в его глазах также продолжает жить надежда и любовь к людям. И когда-нибудь он надеется, что найдет своих настоящих хозяев, которые подарят ему всю теплоту и ласку. Помочь реабилитационному центру «Белый клык» может каждый из вас. Это благородное дело, вследствие которого жизнь животных-инвалидов станет лучше. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия.